Привет, бьюти! Не пугайтесь, я здесь только для того, чтобы торжественно открыть наш сезон хэллоуинских видео, ну и чтобы у меня был повод намазать губы этой черной помадой. А так, сегодня вас ждет вечерняя рутина, немножечко в хэллоуинском стиле я спрятала некоторые пугалочки в это видео, так что ищите их по мере видео, считайте и пишите в комментарии. Посмотрим, все ли вы заметили. Поехали! Поехали! Неважно, какое сейчас время года, вечер у меня начинается тогда, когда я смываю макияж. И делаю я это всегда тщательно. Сначала гидрофильным маслом я очищаю поры и одновременно снимаю макияж. Если он был, так же если у меня был макияж, то после этого я умываюсь пенкой. После чего идут такие штуки, как тоник для лица с разными действиями понадобности, сыворотки и ночной крем или ночная маска для лица. Но я думаю, вы понимаете, что средства от сезонных сезонов у меня меняются. Пока набирается моя вечерняя ванна, да, я все еще по вечерам люблю принимать ванны, я ем или просто делаю вечерний кофеок. Как я и рассказывала в последней рутине, дома я практически не питаюсь, так что если я не поела где-то заранее, то наворачиваю какой-нибудь борщик из холодильника, который у меня остался. Так что извините меня, бьюти, которые ждали каких-нибудь простых вечерних рецептов. Я небольшой раб своего живота, так что еда занимает у меня где-то предпоследнее место в жизни. А вот с кофе все совсем наоборот. И да, я даже вечером пью кофе. А в октябре он особенный, потому что он тыквенный. Года два назад я выкладывала вам видео урок про то, как сделать тыквенный латте, так что для фанатов таких же возвращений я оставлю ссылку в правом верхнем углу. Вечерняя ванна, естественно, должна быть расслабляющей, а в октябре можно сделать ее еще и мило пугающей. На этот месяц я накупила себе тематических бомб для ванн, благо в этом сезоне их полным-полно. И в моем инстаграме в сторис я спрашивала у вас, какую бомбу мне взять сегодня. И вы выбрали вот этого черного кота, который сделал мою ванну супер черной. Жалко, конечно, что он не шипел, как всякие бомбы, но это было весьма прикольно. Черная ванна выглядит очень круто. А чтобы не пропускать такие моменты и всякие бьюти-секретики, подпишитесь на мой инстаграм. Прямые ссылки всегда есть внизу в описании и первым комментарием под видео. Пока я лежу в ванне, мне нравится смотреть всякие фильмы и сериалы. Сейчас у меня марафон хэллоуинских фильмов, как страшных, так и забавных. И вдобавок иногда я также что-нибудь ем или пью. И не надо меня осуждать, если сами так никогда не делали. Это правда очень прикольно. Ароматные пены у меня не только для ванны, но и для ног. Сейчас я юзаю бритву Venus Swirl. Это та, что с вот таким шариком, который называется Flexible, который повторяет все изгибы каленок и щеколоток, что очень удобно. А без пены я надеваю другое сменное лезвие с такими гигантскими, пенющимися, ароматными и улажняющими подушечками. И ароматерапия, и комфортное бритье одновременно. К тому же это легко сделать, потому что все сменные кассеты Venus подходят к любой бритве Venus, так что вы можете закупиться кассетами и менять их по настроению. Также с наступлением холодов я начинаю юзать с корабля тела, обязательно. И иногда вот такую штуку, это автозагар, который нужно наносить в душе. Забавное извращение. Очень-очень-очень редко у меня остается время на что-либо еще, да и сил тоже не остается. Но если планеты так выстраиваются, то в остальное личное время я подключаю мой Nintendo к телевизору и либо играю и хаваю что-нибудь приятное, либо практикуюсь в фейсчарте и делаю новую работу. Чаще всего по частям, потому что для полной работы нужно потратить часа 3-4, а столько у меня не бывает. Или заполняю и украшаю планер, пока меня не начнет клонить в сон. Но куда чаще мой день заканчивается? Ноутбуком и прочей работой, которую мне нужно доделать. с написанием сценариев, монтажом и кучей всяких чатов в Телеграме. Но только потому, что этот последний пункт самое крутое, что когда-либо было в моей жизни и нравится мне больше всего. Ну а я надеюсь, что вам понравилось это видео и вы поставите лайк. Напишите мне в комментариях, что вы обычно любите делать перед сном. И, конечно же, не забудьте подписаться как на YouTube, так и на Instagram, для того, чтобы ничего не пропустить. Ну а пока, пока! Субтитры сделал DimaTorzok